Привет, друзья! И я хочу познакомить вас с ребятами. Они организовали грандиознейший проект своей жизни. Илья и Аня путешествуют на яхте. Если вам нравятся такие путешествия, подписывайтесь на их канал. Ссылочка в описании. И ставьте лайк. Привет, друзья! И в этом видео хочу записать на тему, вообще, стоит ли переезжать в Черногорию, жить. У меня есть небольшой опыт, ребята. За последнее свое путешествие мы с супругой провели около 4 месяцев в Черногории. И что могу сказать, ребят? Вот, если вообще ходить куда-то мигрировать, имеется вот там на море, ну, вообще куда-то переехать жить, попробовать. Вот, я думаю, может быть, Черногорию стоит использовать просто как такой тест-драйв. Расскажу, какие там плюсы. Вот, насколько мы там жили все это время, чем Черногория мне очень понравился, ребята, это то, что просто даже там вот никакой визы не нужно. Вы просто за гранд-паспорт приезжаете, и вам можно жить 30 дней, 30 дней постоянно, без визы, соответственно. Это называется, по-моему, виза-рам у них. 30 дней постоянно, и если летом, то раз в три месяца вы должны выехать, соответственно. Что это значит, ребят? Это должны значить, что вы вместе живете, потом на полдня, грубо говоря, выезжаете кофе попить, например, в Боснию или в Сербию, в соседние страны, и опять заезжаете. По сути, вы с этого места можете не уезжать. Потому что другие страны, например, там вот рядом Албания находится, там Хорватия, что там еще, ну, другие страны, Болгария, которые... Там нужно по-любому какое-то гражданство иметь, там, или какой-то там вид на жительство. А вот единственное, Черногория в этом плане плюс. Ну, еще, соответственно, и Сербия плюс, и Македония. Но в Сербии и Македонии нет моря. А вот Черногория в этом плане идеально подходит. То, что вы можете там приехать, снять недорого жилье, и жить на море. И просто, например, там, раз в месяц, на полдня выезжать, например, в госню попить кофе. И вернуться обратно. Вот такая вот визра называется. Так многие живут. И никаких, в общем-то... Ну, я сейчас имею такой простой образ такой, скажем, чтобы там не вид на жизнь получать, не все остальное. А образ просто вот приехать жить, если он хочет на море жить вообще. Вот это, я думаю, хороший вариант здесь. И вы можете там спокойно жить, просто сколько вам хочется, в общем, на море. И здесь, ребята, еще что плюс? Жилье, ребята, вот мы сейчас пробовали снимать, какую-то часть мы жили на автодоме, какую-то часть мы там снимали, арендовали апартаменты. Там апартаменты можно снять от 150 евро в месяц. Достаточно дешевые. Если, тем более, вы снимете их на год, то, я думаю, вообще цена будет не очень дорогая. Поэтому, ребята, по поводу жилья там не очень дорого. Если у вас есть какой-то небольшой пассивный доход, или, например, вы там сдаёте... Ну, вот по покупке я скажу, что в Черногории покупать жилье не стоит, потому что, я думаю, может быть, за 4 месяца она нам немножко поднадоела, например. Потому что, ну, может быть, я уже избалованный путешествий, поэтому для меня так уже спокойно к этому отношусь. Но, может быть, покупать там не стоит, а, например, для жизни в Черногории нужен небольшой доход. Вот, например, если у вас есть какие-то апартаменты в России, сдали их, например, там, ну и что, что-то вы там в бизнесе занимаетесь. Вот, и можно вполне приехать туда жить. Конечно, открывать бизнес в Черногории, ребята, это, наверное, мне кажется, смысл нет, потому что просто вам не дадут там открыть. Да и вообще, или в Черногории ехать зарабатывать деньги, смысл нет, там, вот в этих балканских странах там более сильно денег нет. Деньги вообще надо зарабатывать, наверное, в России. В России можно только заработать как-то деньги еще. Какие-то бизнесы, потому что страна большая. Вот, а в Черногории там люди получают зарплаты 300, там, может быть, 500 евро, это там максимум, наверное. Ну, конечно, если у вас нет своего бизнеса. Поэтому что-то делать... Ну, конечно, многие русские что-то пытаются делать. Поэтому, друзья, если у вас какой-то есть небольшой доход, там, что-то вы делаете, может быть, вы задаете, там, скажем так, сдаете свое жилье в России, то вы вполне можете жить в Черногории, на море, и, в общем-то, жить спокойно, и просто радоваться жизни одним словом. Ну, конечно, там, может быть, это скучновато, с одной стороны, но, с другой стороны, опять же, кому что нужно. Может быть, кто-то сует и устал, и хорошо будет жить на море какое-то время. Вот для меня вот это, как Черногория, как такой небольшой, как тест-драйв, просто жизнь на море. Конечно, и у нас можно, там, в Сочи жить, в Краснодарском крае можно жить. Ну, в Черногории, за границей, мне где-то, может, даже поинтересней. И, ребят, пока вот это самая такая вот свободная страна, где можно просто, ну, вот, иметь в виду, не выезжая почти, там, раз в месяц выезжая, просто ставим печать, вот это визуран, и спокойно жить на одном месте. Поэтому, друзья, кто хочет вообще поехать на море, Черногорию стоит, наверное, рассмотреть. Ну, другие страны, ребята, например, Рашка, Малбания, там, по-любому, надо или Шенген иметь, или просто выезжать, придется там, опять же, там будет время жить, там три месяца, потом опять выезжать в другую страну, вот на Хорватии то же самое. Вот Черногория пока в этом плане самая идеальная, поэтому, наверное, там сейчас живет вот столько русских. Поэтому, друзья, кто хочет попробовать, едьте в Черногорию, снимайте жилье и просто начинайте жить на море. Давайте, с вами был Алексей, счастливо! Субтитры сделал DimaTorzok